Приветствую вас, вы знаете, вот, вы скорее описываете симптомы, я бы, я бы вот, знаете, сказал, какие симптомы, вы описываете, мне кажется, больше симптомы физиологические, то есть вы больше уделяете внимание именно физиологическим симптомам, я здесь, то есть вы вот говорите, да, вы описываете то, что с вами сейчас происходит. То есть вам больно, вам неприятно, вам тяжело смотреть там на, вот, свет вас вызывает дискомфорт, там, ну, быстрое движение и прочее, прочее, прочее. Вот, я думаю, что с точки зрения психологии этого довольно мало для, так сказать, анализа, вот, потому что у этого могут быть совершенно разные причины, у этого могут быть совершенно разные основания, вот, и может быть, ну, может быть, это действительно у вас физиология, то есть это, ну, просто вот, просто физиологические основания у этого может быть, а может быть и немножко другой момент, может быть, немножко другая история, то есть может быть у вас это именно вот психологическая есть составляющая, да, как бы, и в таком случае, наверное, наверное, желательно поисследовать ее, то есть в таком случае желательно поисследовать именно вот эту самую психологическую составляющую, психологическую проблему, которая может быть у вас, понимаете, вот, то есть мне кажется, что здесь обязательно данный, ну, обязательно данный фактор нужно учитывать, вот, потому что в противном случае лечение, как вы говорите, вам не подобрать, вот, существует еще важный аспект, что мы здесь, мы здесь, психологи, мы не занимаемся психотерапией, но мы не назначаем какие-то препараты, вот, потому что очно диагноз, заочно вам диагноз не поставят, не поставят, да это, ну, в принципе, нельзя, нельзя, то есть, ну, не один, не один, да, уважающий себя специалист не будет ставить диагноз вам заочно, вот, так что, вот данный аспект, на мой взгляд, желательно учитывать, потому что это важно, потому что это является очень существенным моментом, вот, раздражение, которое лежит в основе вашего состояния, да, некий дискомфорт, который может также лежать в основе вашего состояния, вот, вполне возможно иметь психогенную природу, то есть, имеется в виду, ну, как психогенная природа, а я здесь имею в виду то, что могут быть какие-то конфликты у вас с окружающими, могут быть какие-то проблемы у вас с окружающими, вот, ну, просто вот, так могут складываться отношения с людьми, с собой, вот, то есть, мне этот момент видится примерно вот так, мне этот момент видится примерно таким, вот, и соответственно, соответственно, с этим нужно разбираться, на мой взгляд, с этим нужно разбираться, это нужно исследовать, это можно исследовать, потому что, ну, касается это напрямую вас, вот, так что с этим можно работать, если у вас есть такое желание, конечно, вот, на этом все, я надеюсь, что мой ответ вам помог, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, и для выяснения причин, таких вот, ну, настоящих причин, того, что с вами происходит, ну, нужно, конечно, с вами пообщаться, пообщаться, сделать некий такой анализ, вот, и после этого уже проводить психотерапию. я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация, которую вы описываете, для вас разрешится. И вообще Para mí купленная, что это не имеет миллиметрства, мы не сможем пообщаться в бумаге, но я почему бы подписаться на волю, давайте сделать желание, чтобы показывать в смысле кошки, на красный лес, пожалуйста, Продолжение следует...